МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чрезвычайная ситуация на канале Беларусь4, а в центре внимания сегодня мигранты. Кто они, оставляющие собственные дома в поисках новой родины? И что несут они нам, выбирая для жизни Беларусь? И что мы сами готовы дать этим людям, чтобы достойно выполнить принятые на себя гуманитарные обязательства? Новая Родина – это название нашего сегодняшнего выпуска, в основе которого наиболее интересные факты работы Управления по гражданству и миграции. Франция, Германия, Бельгия – волна одиночных терактов прокатилась по Старому Свету. Все причастные к терактам в Европе так или иначе относятся к беженцам из стран Восточной Азии. Поэтому само понятие беженец в последнее время из чисто гуманитарной плоскости постепенно приобретает негативный подтекст, вызывая в умах европейцев неоднозначные ассоциации. Но какова вероятность возникновения террористических угроз у нас в стабильно мирной и безопасной Беларуси? У нас такого произойти просто не может, потому что каждый человек, который к нам въезжает, находится под пристальным вниманием не только сотрудников подразделений по гражданству и миграции, но и других служб. И работаем мы в четком взаимодействии. У нас налажен обмен информацией, налажено проведение различных рейдовых мероприятий и других. И мое мнение, что те люди, которые сюда приехали и оформили постоянное проживание у нас, дети их пошли в детские сады, в школы, сами они трудоустроены у них, наверное, просто полагают так, что нет никаких причин для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Потому что наше государство создает все условия, на мой взгляд, для того, чтобы улучшить проживание этих граждан. Банальная криминальщина. Вот что сегодня отличает отдельных незаконно послушных иностранцев. Последний год акцент сместился с россиян на украинцев. Им принадлежит большинство совершенных на территории Беларуси преступлений и правонарушений. Согласно данным Управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облсполкома, с начала этого года иностранцами совершено более 170 преступлений, третья часть из которых особо тяжкая. За этот же период зарегистрировано почти тысяча административных правонарушений. Почти 400 человек были выдворены за пределы Республики Беларусь. Рост преступлений произошел за счет преступлений, совершенных гражданами Украины. Так, например, в июне месяце гражданин Украины, постоянно проживающий на территории Республики Беларусь, ранее задерживался за правонарушения, предусмотрено статьей 18.16 административного кодекса. Это управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Подразделением по гражданству и миграции территориальным по месту его жительства рассматривался вопрос о телесообразности его пребывания в Республике Беларусь. С учетом того, что на территории Беларуси проживает его семья постоянно, тоже граждане Украины, ему был дан шанс для дальнейшего проживания, ему не аннулировали вид на жительство. Однако, гражданин Украины на путь исправления не стал и в июне месяце совершил преступление, управляя транспортным средством в состоянии колонии опьянения, совершил ДТП, в ходе которого погиб пассажир. Сразу же оговоримся. Пьянство за рулем, мелкие кражи и хулиганство, нарушение запрета на въезд в нашу страну – это самые типичные проступки проштрафившихся на гомельщине иностранных граждан. Степень социальной опасности этих деяний неизмерима ниже того, что происходит сегодня в некоторых странах. Благодаря системе противодействия и многоуровневых фильтров национальной системы безопасности в Беларуси нет сколько-нибудь серьезных террористических угроз. Также гражданин Украины в городе Гомеле, постоянно проживающий в Республике Беларусь, в ходе распития спиртных напитков своими товарищами поспорил и позвонил по 103, поспорил на то, что заберут его в психотерапевтическую больницу или нет. И позвонил по 103, где сообщил, что у него поезд шахида, и он предполагает взорвать железнодорожный вокзал. В ходе проведенных мероприятий был установлен гражданин Украины, сейчас возбуждено дело, также проводится следствие. В Гомельской области проживает иностранцев больше, чем в 40-тысячных калинковичах, а общее число всех преступлений и правонарушений со стороны иностранцев, в особенности транзитных, составляет сотую долю процента от всех правонарушений, совершенных с начала года. Большая заслуга в этом и спецслужб, и сотрудников миграционных отделов, и местных исполнительных властей иностранцы, постоянно проживающие в нашей стране, закрепляются здесь всерьез и надолго. 42 тысячи иностранцев только в нашей области. Даже больше, чем 42 тысячи. То, что уменьшилось количество въезжающих, это прежде всего за счет граждан Украины. И я связываю это с тем, что там немножко стабилизировалась обстановка. Стало более спокойней, поэтому люди уже приезжают сюда гораздо меньше. То, что касается выезда наших граждан на постоянное место жительства за пределы Республики Беларусь, то я хочу сказать, что цифра пока такая же, какая была в прошлом году. Динамики роста мы не осуществляем. Возможно, это связано с законодательством наших приграничных государств, в частности, Российской Федерации. Ведь если посмотреть, куда выезжают наши граждане, то, конечно же, основная часть выезжает на территорию Российской Федерации. В прошлом материале мы обмолвились о неких фильтрах, системе сдержек, которая должна, скажем так, отсеивать нежелательных иностранцев. Отчасти эта система базируется на международной антитеррористической базе данных и тесном контакте с коллегами из Евросоюза и России. И все-таки основная рутинная работа выполняется на местах рядовыми сотрудниками. Мы изучили отдельные аспекты работы миграционной службы и можем сообщить, контроль над транзитными и постоянными иностранцами будет только усиливаться. Прошу внимания к следующему материалу. Это совершенно обычная проверка одного из самых законопослушных отелей областного центра. Задача простая – сопоставить информацию об иностранцах, которую администрация отеля передала в органы внутренних дел, с реальными данными в регистрационной книге. Дело в том, что все субъекты гостиничного бизнеса обязаны предоставлять данные о проживающих у них иностранцах. На передачу такой информации сегодня отводятся сутки. Через год будет всего три часа. С чем связано такое сокращение временного интервала? Потому что очень много было фактов, когда, скажем так, лица экстремистской, террористической направленности населялись в гостинице под видом просто там туристов каких-то, частных лиц. И одно количество времени проживали, выпадая с поля зрения правоохранительных органов Республики Беларусь. Здесь важно понимать, что под действие закона попадают не только юридические лица. Крупные гостиницы, отели или загородные пансионаты и санатории. В прямом действии нормативного акта находятся индивидуальные предприниматели, сдающие квартиры по договорам найма владельцы агроусадеб. Для информации, с начала этого года в гостиницах Гомельской области были зарегистрированы почти 20 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. На сегодняшний день в ходе организации проверочных мероприятий установлено 6 фактов нарушения для доставления сведений и 2 должностных лица привлечены к административной ответственности. Если рассказывать справочно, то административная ответственность предусмотрена статьей 23.16 Кодекса об административных правонарушениях и санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа от 4 до 20 базовых величин. Иностранные студенты – группа особого контроля со стороны миграционной службы. Число учащейся иностранной молодежи в наших вузах постоянно растет. Это и экспорт образовательных услуг, и укрепление дружественных связей со студенческой скамьей. Уже в ближайшие дни на свои места в вузовских аудиториях сядет 1900 иностранцев, и с каждым из них ведется индивидуальная воспитательно-профилактическая работа. Проанализировав этап согласования приглашений студентов, которые прибудут к нам в этом году, мы видим, что уже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество согласованных приглашений у нас увеличилось. Ну, основной задачей Управления по гражданству миграции наших структурных подразделений все-таки остается миграционный контроль. То есть 2000 иностранных студентов – это цифра немаленькая, и мы должны приложить все необходимые усилия, чтобы осуществить за ними должный контроль. Еще на слуху высылка за пределы нашей страны граждан Таджикистана, студентов Университета потребкооперации. Все они, студенты 4-го курса, были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Примечательно, что ранее сотрудники службы миграции работали с этими иностранцами, разъясняли им нормы законопослушного поведения в Республике Беларусь. В итоге процедуру высылки этих студентов было решено сделать показательной. В назидании другим, молодым, горячим, иностранным. Есть категория административных правонарушений, которая относится к нарушению общественного порядка, против чести здоровья граждан, общественности и нравственности нашего населения. Поэтому за совершение такого рода административного правонарушения иностранный гражданин может быть выслан из Республики Беларусь. Всего же за первое полугодие к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства были привлечены 37 иностранных студентов, почти половина из них граждане Туркменистана. Один из факторов привлекательности государства – это число желающих приобрести его гражданство. Согласно официальным данным Управления по гражданству и миграции, эта цифра у нас ежегодно растет. Новую родину в Беларуси ищут и иностранные студенты, женившиеся на белорусках и беженцы из далеких арабских стран, втянутых в военные конфликты. Немало в последнее время появилось соискателей гражданства Беларуси из числа украинцев, бывших жителей Луганской и Донецкой областей. Новую родину в нашей стране за последние пять лет нашли порядка 8 тысяч человек. Эта цифра могла бы быть намного больше, если бы не проблемы соискателей с документами, которые они в свое время не оформили должным образом. В Управлении по гражданству и миграции вместе с тем отмечают, что персонально, особо тщательно рассматривают каждый запрос. А в случае с гражданами Украины принимают все возможное для поддержки оставшихся без крова людей. Приобретение гражданства растет. Так как еще с событиями, связанными на Украине, увеличился прием заявлений о приобретении гражданства гражданами Украины. Около 130 человек за это только в 6 месяцев принято в гражданство. Из них около 150 ходатайствовали, но в соответствии с законодательством было отклонено. То есть не оформлены документы правильные на постоянное проживание. Люди в силу своих возможностей как-то переехали к нам, но документы не оформлены. Внутренне имеют украинские паспорта, а для приобретения гражданства необходимы заграничные паспорта, оформленные на постоянное проживание. И чтобы их оформить, люди не могут вернуться в Луганскую, Донецкую область. Пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Это весьма добротные условия со всем набором бытовой техники, средств гигиены и даже элементов досуга. Здесь люди могут находиться довольно продолжительное время, пользуясь этим набором житейских благ. А параллельно вести поиск работы, оформление документов. Кроме социальных работников самого пункта временного пребывания, это место находится под опекой Белорусского общества Красного Креста. Наш регион привлекает их тем, что у нас есть пункт временного размещения, где иностранные граждане ожидают решений по своим ходатайствам о защите. И возможностью трудоустройства на период рассмотрения их ходатайств. В этой связи мы активно сотрудничаем с Гомельской областной организацией Белорусского общества Красного Креста, которые оказывают им необходимую помощь продуктами питания и средствами гигиены. Выдача специальных разрешений может быть отказана при наличии отрицательного заключения Комитета по труду, занятости и социальной защите. В настоящее время отказывают тем иностранным гражданам, которые претендуют на вакансии, на учете, на которые стоит большое количество граждан Республики Беларусь. Сложным гражданско-правовом положении остаются многие граждане уже не существующего СССР. Например, как эта 50-летняя уроженка Воркуты. Теоретически гражданка России. Она постоянно находится на территории Беларуси. В Гомеле проживают ее родственники, граждане уже нашей страны. Вместе с тем эта женщина не единожды привлекалась к ответственности за нарушение паспортно-визового режима. За 25 лет, со времен распада Советского Союза, она так и не удосужилась оформить действительный паспорт ни России, ни Беларуси. Зато многие другие выходцы того же СССР успели за минувшее время получить не одно гражданство. Правда, их правовой статус под большим вопросом. Республика Беларусь как бы игнорирует приобретение другого какого-то, второго или третьего гражданства иностранного государства в отношении граждан, которые выехали за пределы Республики Беларусь после 17 августа 2002 года, после вступления в силу закона. То есть мы не признаем за гражданами. Например, если он является гражданином Республики Беларусь, у него есть белорусский паспорт, он выехал за пределы и приобрел гражданство иностранного государства. Мы за ним не признаем. Для нас он остается гражданином Республики Беларусь, пока он сам лично не обратится с заявлением о выходе. По всем вопросам о приобретении гражданства гражданам необходимо обращаться по месту предполагаемого жительства в подразделение по гражданству и миграции. Однако по каким-то непонятным моментам можно обращаться по телефону 710724 в управление по гражданству и миграции. Сотрудники службы миграционного контроля вкупе с другими правоохранительными органами сегодня вполне успешно выполняют свой служебный долг. Это самоочевидный факт. Что касается вопросов смены или получения гражданства, то это уже сугубо личный вопрос каждого человека. Другое дело, что затягивать тут нельзя, ведь можно остаться без родины и новой, и старой. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова